Отель Ла Бранда Тауэр Бэй находится в 6 километрах от центра Шарм-эль-Шейха и в 19 километрах от аэропорта. Время в пути от аэропорта на групповом трансфере займет минут 20. Заселение в отель в 14.00, выезд в 12 часов. Хочется предупредить об одной особенности. Если вы захотите поселиться заранее, придется заплатить официально 25 долларов, ну и, разумеется, кто за сколько договорится. По правилам отеля браслеты в день выезда снимают, но чаще всего их оставляют. За территорией отеля ничего нет, и он находится в несколько отдаленном месте. Рядом только заброшенный отель и отель Клаб Риф. Если вы любитель прогуляться пешком, то ближайший супермаркет Карфур находится в 3 километрах от отеля. К другим центрам далековато. Улицы Эль-Меркату 4 километра. До старого города 5,5 километров. До Наамабэй почти 6 километров. Туда лучше добираться на такси. Самое дорогое такси, если заказывать на ресепшене. Немного дешевле на выходе из рецепции. На выходе из здания в 100 метрах находится навес, и там стоят авто, там еще дешевле. Но совсем дешево будет, если пройтись от отеля около километра к основной трассе. Отсюда можно уехать и на маршрутном такси. С таксистами нужно торговаться. Реальная стоимость проезда до старого города в одну сторону 3-4 доллара. На территории отеля есть и свои магазины, но там дорого. В соседнем отеле Клаб Риф дешевле и можно еще торговаться. Территория красивая и ухоженная. Много пальм, цветов, разных кустарников. Отель расположен на мысе, который омывает море с трех сторон, и виды потрясающие. Вдоль берега променад. Вечером все красиво подсвечивается, а город вдоль моря переливается разноцветными огнями. У отеля своеобразная архитектура. Построен в стиле египетской беленькой деревушки. Отдыхающих немного, с детьми вообще единицы, поэтому здесь тихо и спокойно. Территория отеля имеет перепады высот, особенно на пляже. Есть лестницы, так что учитывайте это. Особенно если у вас болят ноги или вы родитель с детьми. Еще надо учитывать, особенно в зимний период, что левая сторона отеля более ветреная, а на другой стороне ветра нет. Для детей есть детская площадка, он же и мини-клуб. Доступ к интернету бесплатный, но он ограничен рецепцией и местом рядом с баром. Качество Wi-Fi, особенно по вечерам, никакое. Подключается много людей. Лучше купить симку, в аэропорту дешевле. Эти салат – самый оптимальный вариант. В отеле четыре бассейна с пресной водой, один крытый и три открытых. Большой Олимпийский бассейн находится в левой части отеля. Он разной глубины, от метра 60 до 2,3 метра. Рядом навесы, зонтики, лежаки и кулеры с безалкогольными напитками. Ближе к пляжу – большой бар с алкоголем и безалкогольными напитками. Здесь же готовят вкусную пиццу в печи, но часы работы всего лишь один час с 13 до 14.00. Олимпийский бассейн наиболее тихий в отеле, и он с подогревом в зимний период. Два бассейна – детский и взрослый, с другой стороны отеля, возле главного ресторана. Здесь пошумнее, проходят утренние и дневные развлечения, но красивые виды и хорошее место для фотосессий. Также тут можно обменять полотенца. Эти бассейны без подогрева. Рядом бар с алкогольными и безалкогольными напитками. Бары очень неудобно расположены, они не рядом с бассейнами. Нужно подниматься или спускаться по лестницам, или пройтись. Пляж находится на территории отеля, их два. Береговая линия довольно продолжительная, около 700 метров, и имеет свои особенности. Во-первых, пляж ярусный, к морю нужно спускаться, что неудобно с коляской. Во-вторых, дуют ветра. Но если на одном пляже ветер и волны, то на другом тишина и гладь. И в-третьих, в связи с особенностями расположения, на море бывают сильные течения, так что нужно быть осторожным. Первый пляж возле Олимпийского бассейна. Свободные лежаки есть почти всегда. Есть понтон, половина его стационарная, на сваях, а вторая половина плавающая, пластиковая. Он очень узкий и шаткий. В конце понтона сразу глубина. Риф неплохой, есть рыбки, но он проигрывает рифу на втором пляже. Второй пляж побольше. С лежаками бывают проблемы, так как наш народ любит оставлять свои полотенца. Понтон затопленный. На самом деле это бетонные плиты, уложенные на дно. Местами они кривые и нужно идти осторожно. В отлив по колено в воде, в прилив по пояс. Лучше в спецобуви. У понтона крутятся рыбы-хирурги, но именно при входе по ступенькам на глубину. Желательно не пускать сюда детей. Эта рыбка может сильно поранить своими шипами. Случаи были и неоднократные. Риф живой, красивый. Когда прилив, можно поплавать около заброшенного отеля с берега над кораллами. Он рядом с пляжем. Там относительно дикое место и водится очень много красивых рыб и есть кораллы. На обоих пляжах есть песочек с маленькими камушками. Когда прилив, можно войти в воду с берега максимум до пояса и на несколько метров, где-то около пяти. Дальше идут кораллы и морские ежи. На пляже есть еще места для уединения. Туалетов, душа и баров на пляже нет. Это все наверху, вблизи бассейнов. Поэтому, чтобы перекусить или выпить напиток, придется побегать. Отель был открыт в 1992 году и последняя реновация проходила в 2013. Состоит из основного одноэтажного ресепшн и комплекса одного и двухэтажных корпусов. Жилой фонд составляет 158 номеров категории Superior, Family и Suite. Наиболее тихие номера находятся в левой части отеля с 417 по 626. Если хотите быть ближе к вечерней тусовке, выбирайте номера со 101 по 134. Вообще все номера близко от моря, но самые удачные номера со 109 по 115. Они ближе к морю. От них до моря метров 30. Прямой вид на море. Это наиболее безветренная сторона и рядом главный ресторан. Большинство номеров на первом этаже имеют закрытую веранду с открытым потолком и окнами, а также диваном. Но есть номера без веранды. Это семейные номера, они расположены возле панорамного бассейна. Номера на втором этаже имеют террасу или балкон. Номера не новые, но аккуратные. Мебель тоже. Техника старая, но рабочая. Сразу проверяйте, чтобы все работало и было целое. Если не работает, говорите на ресепшене, потому что перед выездом можете заплатить штраф. В номерах кондиционер, телевизор, сейф бесплатный, мини-бар пустой, чайно-кофейный набор. Наборов в ванной нет, мыло в диспенсере. Ежедневно пополняют бутилированную воду, полтора литра, чай и кофе. Утюг по запросу бесплатно, уборка не очень. Берите средства от комаров, они бывают. Но учтите, что розетки размещены вертикально. Лучше брать пластины, а если жидкость, то так, чтобы фумигатор мог поворачиваться. Работает отель по системе «Все включено», включая алкогольные и безалкогольные напитки местного производства. Из алкоголя включены 4-5 бесплатных коктейлей и делают еще два платных коктейля – пиноколада и мохито – 2 доллара. Местный алкоголь не очень, пиво более-менее, но наливают в пластиковые стаканчики по 150 миллиграмм в одни руки. А учитывая, что бар находится не рядом с бассейнами и пляжем, не набегаешься. Безалкогольные напитки типа Юпи. В барах хороший кофе. Кола, спрайт, фанта, пиво из бутылок, но только в баре. Фреши, платно – 1-2 доллара. Есть еще один минус – нет круглосуточного бара. Систему «Все включено» прекращают в 11 вечера и до 12 ночи все напитки платные. И еще, если вы берете платные напитки, по возможности всегда платите наличкой, иначе могут появиться проблемы при выселении. Питание стандартное для категории четверки Египта. Конечно, нет изобилия или большого выбора блюд. Морепродуктов тоже нет. В главном ресторане шведский стол. Сам накладываешь только фрукты и десерты. Горячие показываешь, что тебе нужно. Еда не острая, без лишних специй. Анимация в отеле есть, но слабоватая. Утром – активити, вечером – шоу-программы. Дискотек в отеле нет. Анимация возит на ночную платную дискотеку. Стоимость пакетного тура в этот отель на середину ноября на двоих и 7 ночей с вылетом из Москвы будет от 966 долларов, из Киева – от 1063 долларов и из Минска – от 1575 долларов. Если информация в этом видео была для вас полезна, ставьте лайк, пишите комментарий и подписывайтесь на канал. Приятного вам отдыха!